Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Позвольте представить вашему вниманию доклад на тему мониторинга эффективности лечения герминогенных опухолей яичка с помощью анализа циркулирующих микро-РНК. Герминогенные опухоли яичка являются актуальной проблемой среди онкологических заболеваний, так как средний возраст этих пациентов составляет 20-35 лет. То есть это молодые трудоспособные пациенты. И среди дальней возрастной группы онкологических пациентов герминогенные опухоли яичка встречаются в 16%. Что составляет почти каждый шестой случай. У 90% больных первичная локализация опухоли располагается в яичке. Что касается эпидемиологии, в США и в Западной Европе показатель 5-летней выживаемости больных всех стадий составляет 96%, что является очень большой цифрой. И говорит о том, что эти пациенты практически полностью поддаются лечению и могут дальше жить, работать. Но, к сожалению, в России данный показатель чуть меньше. Он составляет примерно 75%. И на 2018 год в России заболело примерно полторы тысячи человек по северо-западному округу 191. Заболеваемость составила 1,94 на 100 тысяч мужского населения и среднегодовой темп прироста 1,7%. По методам лабораторной диагностики и прогнозирования данных группы опухоли основным являются три биохимических маркера. Это альфа-фетопротеин, бета-ХГЧ и лактадогидогеназа. На основании этих трех маркеров в данной группе заболеваний даже ставится, и на основании клинической картины ставится диагноз, и мы можем лечить пациента даже без патоморфологического подтверждения. То есть это является очень таким основным показателем в данной группе опухоли. Но, несмотря на это, специфичность и чувствительность данных методов достаточно низка. То есть даже самый специфичный из трех маркеров – это бета-ХГЧ, его чувствительность всего лишь 46-60%, а в случае семеномных опухолей практически никогда не поднимается. И это, естественно, влияет на тактику лечения пациентов, потому что мы в клинической практике основываемся на эти три маркера как на основной показатель. Даже не на инструментальные исследования, а вот на эти три маркера. И также они влияют на прогноз заболевания. Мы делим пациентов на три группы, и вследствие выбранной группы мы определяем, сколько же циклов химиотерапии получит пациент, или какая дальнейшая тактика будет выбрана в отношении него. В связи с этим, с тем, что маркеры достаточно обладают низкой чувствительностью, существуют различные направления поиска новых циркулирующих маркеров. Помимо интересующих нас темы в виде микро-РНК существует несколько других маркеров. Это наследуемые генетические особенности, то есть какие-то мутации, которые могут быть характерны для данной группы пациентов, но они не подходят для мониторинга или прогноза пациентов, а больше выявляют оценку предрасположенности пациентов к данному виду опухоли. Также это циркулирующие опухолевые клетки. Они больше направлены на оценку степени агрессивности опухоли. Также существуют тканеспецифичные различные белковые и гликопротеиновые молекулы в дополнение к тем трем, которые уже существуют. И также достаточно интересной темой является анализ циркулирующей ДНК в плазме крови пациентов. Существует тоже несколько интересных работ на эту тему, которые, возможно, потом в будущем тоже будут более глубоко исследоваться. Микро-РНК является достаточно удобной молекулой для анализа, так как количество получает ее меньше, и более удобно ее исследовать и анализировать. Также с точки зрения биологической роли, если мы берем более большую молекулу, это маточная РНК, она регулирует синтез только одного белка, то микро-РНК контролирует синтез многих молекул, и множество генов, то есть до 10-20 генов сразу. Также это достаточно стабильная молекула, и ее стабильность высокая, что тоже также важно для технической стороны процесса. И размер молекулы также меньше, естественно, она более стабильная. Что же касается теории и вообще исследования кластеров микро-РНК в герминогенах опухоли яичка, вся история начинается с 2006 года, где есть пилотное исследование, где была исследована роль микро-РНК в канцерогенезе герминогенах опухоли яичка. И вот на данном слайде представлен график, который говорит о том, что экспрессия двух данных кластеров, она появляется у человека в эмбриональном развитии, то есть до рождения. И после того, как человек рождается, естественно, взрослеет, экспрессия этих двух кластеров, она постепенно снижается и приходит к нулю. Однако у пациентов, которые заболели герминогеной опухоли, у них, опять же, возрастает экспрессия этих двух кластеров. Ну, естественно, вот объясняется эта теория, что вот в нормальной клетке сигнале путь под 53, он приводит к апоптозу и гибели клетки, то при канцерогенезе сигнальный путь блокируется, то есть от P53 до апоптозы вот экспрессиями вот этих двух кластеров. Также есть исследование, которое говорит об изменении экспрессии микро-РНК отдельных кластеров в клетках различных типов герминогенных опухолей, то есть по патоморфологическим типам можно здесь видеть на две большие группы, это несеменомные опухоли и семеномные. Ну, также есть различные другие виды, ну, все это подвиды. И вот на данном графике представлена группа контроля, то есть это здоровые, больные зеленым цветом, и зависимость экспрессии микро-РНК от патоморфологического типа. Соответственно, в самой низкой экспрессии она практически не выделяется у тератом, то есть это самые зрелые, самые медленно текущие опухоли, которые не требуют ни химиотерапевтического лечения, они в основном лечатся хирургическим путем. И самые агрессивные, которые хорошо поддаются лечению химиотерапии, это несеменомные герминогенные опухоли. На этом слайде представлена, наверное, одна треть из всех тех исследований, которые проводились на эту тему. Изначально, конечно, исследования проводились в опухолевых тканях, и затем постепенно все ушло к развитию исследований на ту тему, чтобы исследовать экспрессию микро-РНК в плазме у пациентов. Все это началось с 2006 года, то есть уже практически 15 лет. И вот успех первомасштабного исследования диагностического потенциала микро-РНК 371А, последний результат, опубликованный в 2019 году, и совершенно потрясающий результат показало это исследование, в которое было включено 616 пациентов и 258 здоровых доноров. И по данным этого исследования, чувствительность тест-системы, которая была разработана, М371 составила 91%. То есть вот можно посмотреть на этом графике в сравнении с стандартными маркерами, про которые уже было рассказано. И даже их совокупностью, то есть которая составляет 60% чувствительность, данный кластер микро-РНК показал совершенно потрясающие цифры, 91%, то есть это очень высокая чувствительность. И специфичность 94%. Прогностическое значение положительное составило 97,2%. И также было, опять же, показано, что гистологический вариант эротом не экспрессирует данный вид микро-РНК. На основании этого исследования также остальных других в нашем институте был разработан пилотный анализ уровня концентрации микро-РНК 371А в плазме пациентов с герминогенными опухолями и у здоровых доноров силами трех отделов. Это отделение химиотерапии инновационных технологий, хирургическое отделение онкоурологии и научная лаборатория суклеточных технологий. Вот на данном слайде можно посмотреть, что результаты получились достаточно скромными, так как статистической значимой разницы не было выявлено. Однако все равно можно заметить, что разница между контрольной группой и группой герминогенных опухолей существует. С какими же проблемами столкнулись при анализе данного небольшого исследования? Существуют некоторые проблемы, то есть у нас нет надежных методов нормализации, что связано с тем, что нет каких-то абсолютных единиц, которых мы можем померить, сколько же у нас, собственно, этих микро-РНК. И решением этой проблемы является оптимизация измерения и также вычисление концентрации микро-РНК в плазме у пациентов. Также мы столкнулись с проблемой низкой концентрации. Может быть, это связано с разработками, с методами выделения самого микро-РНК. Также мы с этой проблемой не столкнулись, но в других исследованиях есть проблема от качества качества пробоподготовки. То есть метод забора материала должен быть четко стандартизирован и в случае гемолиза, допустим, полностью образец весь становится негодным. Также специфичность для того, чтобы клиническому врачу использовать данный метод, нужно быть в нем уверенным. Но, к сожалению, на данном анализе то, что мы используем только одну микро-РНК, конечно, бы хотелось расширить панели маркерных микро-РНК для того, чтобы быть более уверенным в результате. И вот одно из решений проблем было создание оптимизации системы детекции микро-РНК-371А. Была создана синтетическая молекула, синтетическая молекула, которая была по-различному концентрирована. То есть от самой большой концентрации более меньшей. И вот на этом графике представлена такая вот линейная зависимость от концентрации полученных результатов. И вот с помощью вот этой вот математической формулы мы можем представить уже какие-то абсолютные значения, то есть концентрацию данных микро-РНК в плазме. Но вот с какой проблемой мы опять столкнулись в том, что вот при анализе микро-РНК данного кластера в плазме у пациентов туда были включены и пациенты, у которых есть герминогенную опухоль, и у которых нормальных пациентов. И вот получилась такая не очень большая концентрация, то есть на пороге чувствительности самой этой системы, что, конечно, пока что не позволяет использовать эту систему в качестве клинической практики. Также был разработан метод специфического выделения с помощью суперпарамагнитных частиц путем добавления к плазме специальных зондов с биотином, которые связывали микро-РНК, образовали комплексы, они там антисмысловые частицы. И далее были добавлены суперпарамагнитные частицы. Эти комплексы оседают, плазма убирается, то есть мы имеем концентрированный уже материал. И потом при помощи нагревания мы можем выделить уже конкретно наше микро-РНК, которое с тем можно анализировать. И вот проделав, соответственно, такие манипуляции с нашим исследованием, мы уже получили более лучшие результаты. Вот на данных графиках можно увидеть уже статистически разную разницу. Здесь представлено количество циклов, здесь обратная зависимость. Чем меньше циклов, тем больше концентрация. И вот при помощи этой математической формулы мы перевели в абсолютные единицы, где вот можно заметить точно так же уже статистически значимую разницу. При анализе данных чувствительности и специфичности Арианда Курва составила 0,82, что уже значительно выше и может позволить использовать этот метод в будущем для клинической практики с целью прогнозирования и предиктивной способности этого маркера. Какие же выводы можно сделать? Анализ микро-РНК-371А это перспективный метод мониторинга герминогенных опухолей яичка, но технологии анализа и алгоритм интерпретации данных все еще требуют оптимизации. Что же это значит? То есть необходимо расширять панели маркерных молекул. Чем больше микро-РНК мы будем смотреть, тем надежнее и чувствительнее метод будет. Необходима оптимизация технологии мироспецифического выделения маркерных молекул и также разработка алгоритма интерпретации данных анализов, то есть нормализации. И вот при соблюдении всех вот этих конечно пунктов будет необходима валидация на большой когорте пациентов с различным клиническим статусом, что позволит нам улучшить результаты наших исследований. Спасибо за внимание. Продолжение следует...